Память 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 Хотя Кто-то скажет Что мы уже Потребители Иными себя и не представляем Время упущено Но всегда есть надежда на лучшее Особенно в отношении нового поколения Как говорят эксперты Создаваемый в России Национальный центр исторической памяти Должен объединить в себе Все музеи страны Которые хранят память о подвигах народа В годы Великой Отечественной войны При этом число этих учреждений должно расти А фонды пополняться Это позволит избавиться от белых пятен в истории В которых в частности Скрывались истоки фашизма Поднявшего голову в 21 веке Здесь как бы понятно Речь об украинском неонацизме С которыми наши ребята схватились Не на жизнь, а на смерть Кроме того Национальный центр исторической памяти На создание которого объявил Президент России Владимир Путин Позволит отбивать идеологические атаки Западных институтов Финансирующих русофобские программы Это глобальный проект С помощью которого Россия сможет защитить свою историю Поэтому нам надо активировать Центр памяти Чтобы не повторять ошибки И помня, что исторические ошибки Нам обходятся слишком дорогой ценой И остаются кровавыми пятнами В скрижалях истории И потом Активация центров памяти Позволяет нам вспомнить И лучшее духовное и культурное наследие Которое при правильной подаче Помогает Прививаться От нацизма Коррупции Бесчеловечности Безволия В случае с мусульманскими народами Это исламское духовное наследие Главное, что нужно впитать И воспринять нам в исламской культуре Неприятие насилия Ценности гуманизма И просвещения Ориентацию на лучшие образцы духовности Братство народов Мирное их сосуществование Чтобы минимизировать риски конфликтов Отказаться от гордыни И быть верными идеалам добра И добродеяния Как фундаментальных основ гуманного человека Одним из ключевых понятий Через которые подлавливается на крючок человек И становится потом рабом порока Явлено в кораническом аяте Дьявол угрожает вам бедностью И призывает творить мерзость Поэтому большинство проектов коллективного запада Вращаются вокруг капитализма Потребительства Вокруг роскоши Красивой жизни Красивых и дорогих игрушек Разум нацеленный на удовольствие И поглощенные материи Исключительно зафиксированы на капитализации На расширение своих ресурсов На накопительстве Вопреки здравому смыслу И любой ценой Он выбивается из колеи Просветительства Духовности Добра и гуманизма Власть и деньги Навязчивая идея Владение человеческими душами Делает людей Бесчеловечными Как это случилось в эпоху нацизма Фашизма Во втором случае Деньги это современный капитализм Переходящий в империализм Когда речь идет Об истощении Экономических И природных ресурсов Других стран И во имя Благополучия Дистанционных колонизаторов Все это происходило В колониальное время И продолжает происходить На наших глазах В период неоколониализма Дагестан широко отмечает 100-летний юбилей Поэта Расула Гамзатова Для субъекта федерации Это беспрецедентный масштаб Когда отмечается День рождения Гения литературы Простого горского мальчишки Выросшего до мировых масштабов Не только Как любят говорить При помощи талантливых переводчиков Или из-за влияния отца Но благодаря мысли И тому духовному заряду Который безусловно Был заложен В гамзатовском творчестве И общественной деятельности Откройте томик Гамзатова Проведите выходные с ним И вы увидите Как вам откроются Лучшие образцы духовности Эталонные отношения к родителям Женщине Друзьям И это видимо главное И в юбилейных мероприятиях И в имени поэта И всей его жизни Столетие Расула Гамзатова Это не просто красивая Круглая дата Не только Всероссийский поэтический праздник Славный юбилей Но и события Практически планетарного масштаба Это прежде всего Повод обратиться К нашим истокам Исконным смыслам Нашей жизни Любви к родине Родителям Детям Всему тому, без чего Невозможна жизнь человека Эти нравственные столпы На которых держится Дагестанская идентичность Воздвигнут И в творчестве Расула Гамзатова Повсюду Они как опорные точки Краеугольные камни Верстовые знаки И светящие во тьме Майки В творчестве поэта Сформулирована На мой взгляд Не только национальная идея Дагестана Но и общечеловеческая Концепция гуманизма Расул Гамзатов для нас Певец человечности Образец мудрости Эталон доброго юмора Пример человеколюбия Мастер слова А самое главное Поэт с большой буквы Когда к Расулу пришли в кабинет Столичные гости И кто-то из них Посмотрев на портрет Двух мудрецов Сулеймана Стальского И Гамзата Цедасы Одетых просто по-горски Тут же выпалил А кто эти чабаны? У этих чабанов Была отара Таких баранов, как ты Нашелся тут же Гамзатов Внешность обманчивая И нужно видеть главное А потом Кто сейчас Призрев липкую Политкорректность Что на культурном Что на политическом Поле Может так смело С юморком И даже холестко Защищать Дагестанскую идентичность Честь Традиции Духовность Наши интересы Мы тут совсем недавно Извиняться бежали Чуть ли не Перед всеми Не разобравшись Продвигаем Продвигаем Какие-то сомнительные Идеи в парламенте В общественном Пространстве Носимся с ними Как с писанной Торбой Мы тут С сетями Разобраться не можем Московский чиновник Как дорогой гость Для нас Будто царь Постоянно Чего изволите И этот Подхалимаш Честно говоря Девальвирует И обесценивает Нашу Дагестанскую Духовную Конституцию Подхалимничать Точнее Подобострастничать Можно только Перед родителями Учителями И друзьями Что делал Расул щедро Вот на юбилей Давида Кугультинова Советского классика Калмыцкой литературы Как он выступил Все завороженно Слушали его Пусть и с акцентом Пусть и витиевато Говорил Но слушали ведь его Было интересно Слушать поэты Из Дагестана Пересыпанная Юморами И афоризмами Речь Запоминается Надолго Остается в памяти Конституция Горца Которую Расул обрисовал И которая Итогами И выжимками Всего его творчества Проста И ясна Но современным Дагестанцам Нужно еще раз Питать ее Потому что наши люди Что политики Что обычные Миряне Всякий раз Отходят От нее Приведем Некоторые отрывки Из этой конституции Речи Расула На конгрессе Соотечественников Далеких Теперь уже Девяностых годах Двадцатого века Родной Общий Единый Для нас Дагестан Свое национальное Человеческое Достоинство Пронес Через туманы И ненасти веков Благодаря своим Прямодушным Но неравнодушным К добру и злу К враждей Дружбе Предательству И верности Воинам Землепашцам Чабанам Алимам Белобородым Старцам Храбрым Юношам И неотразимым Красавицам Продолжавшим Роды и воспитавшим Новые и новые Поколения Главное Для счастья Просветания Дагестана Это Неделимость Нерушимость Единство всех народов И наций Дагестана Чувство семьи Единое Вот что необходимо Чтобы сохранить И развивать Особенности Каждой нации Следовательно Всего Дагестана Основные факторы Существования Любого народа Это Язык Религия И культура Причем язык Является Первоосновой Первая статья Мужчина Кижал Должен быть Острым А мужчина Должен быть Мужественным Но истинное Понимание Мужества Ничего общего Не имеет С митинговым Рукомахательством Юношеская Торопливость Так же как Старческая Медлительность Опасны во время бури Многочисленные Национальные Движения Самовольные Корпуса Быстрого Реагирования И тому подобное Как бы их не называли Не способствуют Возрождению Дагестана Тем Кто тайно Совершает Покушение На жизнь Себеподобных Кто преграждает Дорогу Поезду Кто задерживает Вылет самолетов С невинными Пассажирами Кто призывает Наших людей К участию В братоубийственной войне Кто возится Со сместроносным Оружием Кто шутит С огнем Хочется сказать От имени Дагестана От имени Нашего конгресса Что поступают Они Не по-дагестански Не по-кавказски Не по-мусульмански Не по-шамилевски Не по-человечески Ибо там Преобладают Амбиции Над позициями Эмоциональные Над национальными Безрассудство Над мудростью Эгоизм Над общими Интересами Дагестана Вторая статья Женщина Мужчина Имеет право Драться Только в двух случаях За родную землю И за прекрасных Женщин В остальных случаях Дерутся только Петухи К сожалению У нас теперь Много стало Петушиного Третья Статья Дети Они идут Вслед за нами После своего Поражения На дагестанской Земле Грозный Властелин Ирана Спросил Кто ваш Предводитель Вперед Вышла Обыкновенная Горянка С ребенком На руках Мир Так Жесток Век Так Суров Вожди Так Безумны Кругом Глам Нищета Убийства Аварии Анархия Кровь Куда Одеваться Бедная Беспомощная Продолжательница Рода Человеческого Четвертая Статья Память Пройдите по нашей земле Почитайте о наших Городах Вспомните Название Колхозов Артелей Улиц Площадей Предприятий Учебных Заведений А то и целых районов Такое впечатление Что Дагестан Впервые Появился только В 1917 Году Не понимаю Почему нет Улиц Носящих имена Героев Борьбы Против Надершаховских Завоевателей Тамерландских Нашествий Имамов Что поднимал Знамя борьбы Против разных Притеснителей Но что-то мы не торопимся Отдать должное Нашим Героическим Предкам Прославившим Дагестан Пятая статья Дружба Шестая статья Гость Гостеприимство Седьмая статья Сосед Добрососедство Эти три статьи Взаимосвязаны Берегите Берегите Друзей В 1972 В Гунебе Проходил Томик Стихов Вот где Простота Человечность Дагестан Берегите В наш Дагестан Дагестан Расула И Дагестан Каждого из нас Оставайтесь Субтитры 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 Субтитры